Сергей Николаевич, мы от хора ветеранов вам направляли письмо. Вы ознакомились? Да, ознакомился. Вчера ознакомился. В общем, вопрос очень серьезный по поводу нашего района гонокультуры. Развал повыше. В курсе, что у нас люди здесь увольняются. Увольняются люди такие, которые проработали на протяжении десятков лет, которые имеют таланты, которые имеют специальное образование. Атмосфера здесь гонокультуры просто невозможная. Невозможная атмосфера. Я считаю, что Датьяна Викторовна просто не попить ни одна в культуре. Это не ее место. Не надо ей здесь работать. На следующей неделе соберем весь коллектив Дома культуры. И со всеми я лично пообщаюсь и лично вникну в эту проблему. Когда-то я была на приеме у главного врача нашего, и он мне сказал, что если врач свободен, и вы пришли даже без 15 и 3, вас обязательно примут. Мы приходим с мужем в понедельник. Нас записывают только на четверг. Мы в Питерке. Мы можем. Если больной человек приехал с новотулки, заплатил 500 рублей и не попал на прием, на следующий день ему ехать анализы сдавать. А потом еще по лечению приехать уже третий раз, да? Это очень дорого. Особенно для тех, кто живет в дальних селах. Я считаю, что не допускать врачу к первичному приему – это нарушение не только закон о здравоохранении, но и конституционных прав граждан. Пыль везде. Подоконник не пробирается. Турбочки сломаны. Стулья нету. Уборщица нету. Ездили в аптеку, купили баночки, дали мочу. Ну как, вот новая баночка, баночек нет для мочи. Бахилы, бахилы покупать. Ну вот сейчас на зревши такой болезненный вопрос, вот я говорю от общественности, от народа, да? По Дому культуры. Что у нас нету кадров. Вызглавляет сейчас Дом культуры, ну всю культуру. А далее исполняющая обязанности безменную Татьяне, которая работает в библиотеке заведующей, да? У нее свой объем работы очень большой. Что у нас нет человека, это нужно сраздновать. Я думаю, что найдется. Далее обязанность директор ЦКС. Правильно я называю это? У нас что, нет человека? Ну почему Татьяна Викторовна, как бы, я не знаю, может она старается. Почему она сама себе подчиняется? Это говорят все. Она и зам по социальной сфере, и директор ЦКС, который сам себе подчиняется. Сам себе назначение, сам себе управление. Поступим следующим образом. Если у вас есть конкретно вопросы по линии, скажем так, надзора за всеми иными органами, либо так, исполнением законодательства, я попрошу оставить заявление на мое имя. А Устана не принимает заявление? Нет, Устана, конечно, Устана тоже принимается заявление, но просто... Ну вот, что вы услышали, вот оно и услышали, а не что, вы все послышали. Нет, ну... К редактору. Он знает, что он меня сам заблокировал. Когда он выставил в Одноклассника фотографию, это косяк главного редактора, который выставил эту фотографию. А я прокомментировала. Какой здесь терроризм? Какой здесь терроризм? Если говорить о газете, я ее не беру месяцами. Газета сейчас «Искра» утратила то свое значение, что было раньше. Сейчас у нас идет какой-то новый формат газеты. Вот то, что в Телеграме выставили, вот это же перекочевало в газету «Искра». Бракованный лес на сцене, Дмитрий Николаевич. И когда вопрос я Чученко задала, показала вам, Чученко был, да? То приехали три депутата областных, вот что Питерство знали. Мне сказали, что они в ДК идут. Я пошла к ним на встречу. Так меня Татьяна Викторовна выгоняла. Чуть ли не за шею выгоняла и в ДК на свое место работает. Понимаете? Хотя Дом культуры, кинотеатр – это единое место работы. Месяц, как только за работу после ремонта, она принимала ремонт. И она должна была во все колокола в этом стучать. Претензионная работа ведется. Я созванивался с подрядчиком, который делал это. Он обязательно приедет, посмотрит и все будет исправлено. Он называет у нас не Дом культуры, чтобы вы все знали. Это мы по привычке все узнали район Дом культуры. Он называется сектор. Сельский Дом культуры села Питерка. Сектор. У нас даже Нива, Агафоновка – филиал. А Дом культуры районный, понимаете? Вот Татьяна Викторовна мне официально в переписке написала, что после моего ухода с культурой был такой полнейший разгром, что невозможно восстановить. Я хочу сказать, что если это так, то я уходила, пришел к Сергею Игоревичу. Вот сейчас вспомню добрым словом его. Он пришел, и когда я показывала Дом культуры ему, когда у нас все коллективы работали, вот мы одежду сцену какую прекрасную сшили, это у нас был швейный цех, он вообще был шокирован. Сейчас этого швейного цеха нет. А я ушла, все это было, были коллективы. Вот они живые, слава богу, свидетели, хоры ветеранов, которые подняли вопрос, что ситуация требует вмешательства. И уже открыто говорим, что Татьяна Викторовна пусть оставит культуру в покое. Пусть занимается, как замглаву по стальной сфере. Вот сейчас вопрос задать, она знает, сколько приборов не работает в новой поликлинике? Вот может она ответить, как замглавы по стальной сфере? Она может ответить сейчас, сколько не работает приборов в новой поликлинике? Вот она может? Люди, спрошите ее, пожалуйста. Вот люди, вы поддерживаете меня в этом вопросе? Вот пусть так, как замглавы по стальной сфере, сколько приборов в новой поликлинике не работает сейчас. Понимаете? Но, это мы не скажем, а это глобальный вопрос. И никогда мы не видим в последние годы отчета замглавы по социальной сфере. А раньше помните в газете, целая страница, отчет, да? Что сделать, какие проблемы, а сейчас ничего этого нет. Я тоже недавно узнала, что Татьяна Петровна у нас еще и женсовет возглавляет. Понимаете, у нас что нет более уважаемых женщин в селе, многодетных в селе. Ну почему все в одних лицах? Мы знаем, что люди знают, что огромные зарплаты получают у нас замглавы. Вот видите, шкивают люди, сидят. Понимаете, а может быть они просто ответят за свой труд. Что они сделали, какой они вклад сделали в экономику района, там, замглавы по социальной сфере. А я вам скажу, чтобы Татьяна Петровна знала, что в новой поликлинике она вот не знает. Зато она знает, что оркестр народных инструментов, которые я пригласила для ветеранов, войнных, интернационалистов, она геналично отменила его. И после этого я стала врагом номер одинки, понимаете. А я говорю, Татьяна Викторовна, Виктор Николаевич. А я говорю, что ну как же люди все, привет района, пусть живую музыку послушают. Все, я враг номер один, уже если я иду в ДК, я должна позвонить ей и отпроситься. И вот такого отношения не выдержали вот предыдущие коллеги, на которые вшли. Понимаете? Рентген-аппарат для зубного. В зубном куперите он не работает, Татьяна Викторовна. Вот где вам надо заниматься-то. В детском стоматологии тоже не работает аппарат. Маммограф тоже стоит бездействует. Отдел по туризму. Тоже вопрос, чем они занимаются, отдел по туризму. Такой туристический маршрут они разрабатывают. А я знаю, что они ходят на все заседания, Татьяна Викторовна, и бумагами занимаются. Вот, вот она работа. А как я начинаю вопрос задавать, Татьяна Викторовна стала говорить, занимайтесь своим функционалом. Сразу отрубай. Так что, вот публично, если был развал при мне, скажите, люди, чтобы мне больше не тыкали ни машинцев, редактор там тоже в своем телеграм-канале, Дмитрий Николаевич, который человек с ним приехал, она не знает, какие у нас были мероприятия. Она ничего не знает, но приехала с своим, что она все знает. И вот результат этой работы, Дмитрий Николаевич, вот он налицо, что вам люди говорят, а я подтверждаюсь. Вот спасибо. Спасибо за вопрос. Дмитрий Николаевич, я еще хотела сказать, вот на сайте культуры Питерского района, на страничке в одноклассниках, критику писать совершенно нельзя. В момент вымаривается все, сколько я писала комментариев, сразу удаляется. А почему бы не дать объяснение? Вот, посмотри, Татьяна Викторовна наушники воткнула, вот сидит она слушает нас вообще. Никакие комментарии, если были такие факты, но опять же, я говорю, я просто не за всем могу уследить. Вот вы мне сейчас первый раз об этом сказали, я просто не знал про это. Если комментарии удаляются, говорите, это мер. На вашей страничке написала, остались все комментарии. И пошло, там столько классов, ни одного комментариев в поддержку Брусенцевой, ни одного. Кроме какой-то там заснанный казачок, вот, Милана, кто такая, вообще непонятно, откуда она взялась. А классы ставили и учителя, и врачи, и работники культуры, и пенсионеры. Да, люди, которые ходят на концерты, писали комментарии. Вот пусть Татьяна Викторовна уже узнает, какой у нее рейтинг. Вот, с таким рейтингом нельзя во власти работать, совсем. Дмитрий Николаевич. Мы, мы говорим, я хотел бы тоже задать вопрос вам, как главе района. Кто вам дал право единолично распоряжаться муниципальной собственностью? А именно, пичи, рынок Базан знает площадь и элеватор, настроенный Солнечного. Все прекрасно знают. Почему эти здания отчуждаются по вашему личному решению? Это не по моему личному решению. Эти объекты выставлены на улицу Орд. Кем? Администрации. Так, депутаты что-нибудь решали по этому вопросу, Василий Николаевич? Ну, план приватизации был, мы включили план. То есть, а где была информация о торгах? Ну, это уже информация. Вот, соответственно, замк экономики. План приватизации, который утверждает решение в собрании депутатов, включает стоя имущество, которое подлежит продаже. Участок по переулку Кирова был выставлен на торги, на аукцион, ой, то есть в аренду. То есть, мы его предоставили в аренду. Информация о нем была размещена на сайте торги, да, правильно, и на официальности, извиняюсь, на сайте администрации и на сайте торги. Это требование законодательства, сейчас нет требования публиковать данные освещения в газете. Кто стал победителем? Нас проверяли... Да, проверяли, прокуратура проверяла. Да, я делал запрос в прокуратуру, проверяли, никаких нарушений не выявили. Кто стал обладателем этих двух участков? На сайте... Не на сайте, вы мне здесь ответьте. На сайте администрации... Есть результаты и итогов, пожалуйста. Ответьте мне, кто стал обладателем. На сайте администрации вы решили... На каком сайте? Почему в газете вы скорее это не написали? Потому что нет такого требования. А зачем тогда газета нужна? У нас электронный аукцион, мы с требованиями законодательства соблюли. Да, я подавал заявление, вот сидит прокурор, прокурор нарушений никаких не нашел. Вот, хотя я разговаривал с предпринимателями, вот Рапик сидит, он совершенно не знал, что это был аукцион. Дмитрий Жилнин. И цена этого аукциона 66 тысяч за эту аренду с правом приобретения этого участка. Аренда. Аренда, аренда. Что, она вернется в администрацию, этот участок? Нет. Нет, вот и именно. Не надо заблуждения вводить людей. Эти участки ушли. Хотя все прекрасно понимают, что стоянка, птичий, базар нужны людям. Мы предоставили. Мы предоставили. Просто так. Вы предоставите. Нужно делать все честно и открыто. Если есть газета «Искра», печатайте, продается участок за такую-то цену. Для народа надо жить, все правильно. А тут никто не знал, даже сведущие люди. Молодец, молодец. Это раз. И второе. Вот этот участок, где питерский элеватор солнечный достроил, как его продали? Это кто продал? Закладничный. А участок вокруг него продан, ну или в аренду, как сейчас это можно говорить. Как ушло это здание? Это Садыров, который тоже быкнули, это Малышко и Малышко, и Малышко. Здание не продавало. Нет, здание не продавало. Он оказался в центре проданной земли. Прокурор, запишите, разберитесь. Да, да, да. Он уже разбирался, но как-то не заметил эти нарушения. Подождите. По поводу... Вы не обращались ко мне лично на прием. По поводу земельного участка, я не обращался вам. Подождите. Вы мне противорите и не говорите. Много заявления. Два раза вы ко мне обратились с заявлением о том, что, насколько правомерно прошла процедура отчуждения земельного участка, точнее аренды земельного участка. В центре села Питерка. Это да. А по поводу элеватора... А вы для чего здесь вообще работаете? Нет, понимаете... Вы для чего здесь работаете? В один день он в дом был. Есть определенная процедура. Вот процедура. Если вы сейчас говорите о сигнале, о каком-то, что были нарушены в том числе ваши права, либо права кого-то неопределенного, я эту информацию принял, и мы проведем соответствующую проверку. Если вы хотите дополнительные доводы какие-то принести, пожалуйста, обращайтесь к нам. В любом виде мы проверим. Я понимаю. Но мне следователь лучше здесь работать. Было заявление от меня, правильно, один участок. В один день все эти участки продавались. Вы же не заметили, что другой участок? Понимаете, я рассматривал доводы вашего объявления, заявления конкретные. Но вы же надзор, у вас есть помощники. Я все понимаю. Вы все это проверили. Я все понимаю. Нет, вы знаете, сколько муниципальных собственностей находится в земельных участках? Знаете? Знаю. Я не могу чисто физически. Я знаю, сколько ушло участок. Посмотреть. И все остальное. Если появляются какие-то сигналы от населения, либо от кого-то, о том, правомерная ли та или иная сделка, мы проводим. Что вы глупите, не все-таки? Прокурор. И прошу взять на заметку то здание, которое продано за копейки, могло бы послужить для района. И купить те же фонари. Для Питерки. Да. И так далее. Светить Питерку на многие годы. Я не думаю, что у нас 66 тысяч стоит это здание. Все правильно. Вот запишите прокурору Руссен ответ. Нельзя так разговаривать, господи Николаевич. Я Василию Петровичу звонил и говорит, что никакого решения мы не принимали. Для чего тогда депутаты нужны? Алло. Василий Петрович. Да. Да, добрый вечер. Удобно говорить? Добрый вечер. Слушаю, давай. Василий Петрович, я хотел узнать по поводу земли, которые вот где курями торгуют. На совете депутатов что, было решение или не было? Или распоряжение головы? Ну, мы такие решения не принимаем. То есть, это без депутатов распоряжение головы? При чем здесь депутаты? Если было бы обращение к депутатам, мы бы обсудили этот вопрос. Вот я тогда и хотел узнать. Был ли такой вопрос поставлен? Мы не обсуждали. Нет. Все понятно. Все, спасибо. Василий Петрович, не надо. Я вам задал конкретный вопрос, а вы мне сказали, что к нам не поступал данный вопрос. Вы включили план приватизации и все. А дальше уже администрация. Значит, Дмитрий Николаевич сам генералич принял. Без вас? Причем здесь вот вам объясняли сейчас. Что нам объясняли? Они даже не знают, что у него здание не знает никто. А сколько это здание стоит? Здание у нас... Скажите честно, кто стал обладателем этих участков? Скажите. Не знаете? Вот. И как мы работаем? Честно, открыто. А как люди узнают? Эта информация вся есть на сайте администрации. Эти все объекты были выставлены на открытый аукцион, в котором может поучаствовать абсолютно любой человек. И там поднимали цену. Самую максимальную цену, которую предложили... Ну, я сейчас уже не помню, какие там цены. И по этой цене заключили договоры. Это открытый аукцион электронный, в котором... Почему-то никто не знал. Как? У нас есть истра. Почему там не публиковали, я не пойму. Вот почему? Просто и быстро. По законодательству мы сделали все верно. Дмитрий Николаевич, я считаю, не было нужды такие участки продавать. И последнее, что я хочу сказать. Я боюсь, что мы можем проснуться и будет такое решение, что Питерка переименована в Егорьевку. У меня все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...